Девушки отдыхают Если грудь Анны Семеновича кажется настоящей, или если челюсть повстречается с кулаком Валуева. Ну так что там у тебя? Псион Органайзер 2 Мммм, кстати, что это? Давным-давно, аж в 1984 году, в Англии появилась штука под названием Псион Органайзер. Это был первый компьютер, который можно назвать карманным. Сегодня нам странно этому удивляться, но вспомним, что в те далекие времена компьютеры были большими. И тут нечто умное и карманное. В 1986 году появилась вторая модель, Псион Органайзер 2, которая на много лет стала бестселлером. Машинка выглядит как калькулятор, но это нечто куда более мощное. Аппарат работает на процессоре, совместимом с 8086, с частотой примерно в 1 МГц. Оснащен 64-мя килобайтами оперативной памяти, 4-х килобайтной ПЗУшкой, алфавитно-цифровым экраном и алфавитной клавиатурой. Память можно было расширить, установив специальный модуль. В те времена это был настоящий прорыв. Аппарат мегапрочный. Пластмасса толстая, экран с защитным стеклом, пластик жесткий и надежный. Вот этот агрегат спокойно прожил два с лишним десятка лет. Плюс защитный пластиковый чехол. Англичане делали на совесть. Этим агрегатом убить можно, а потом нужно будет только протереть тряпочкой. Алло! Да, я, да. Ну продавай, конечно. А это бери, да. Бери, сливай, все сливай. Прекрати дурью маяться, это же записная книжка. Да? Ладно, я перезвоню. Пока. На верхнем торце разъем для внешних устройств. Контрастность экрана регулируется аппаратно, колесиком. Команды сведены в две строки меню. В комплект поставки входило довольно много софта. Заметки, калькулятор, дейт, программа часы, дайри, органайзер, а также прок, среда программирования и запуска программ. К тому же для этой машинки была написана масса стороннего софта. От игрушек до ведения счета при игре в гольф. Клавиатура у органайзера удобная. Русской раскладки в этом экспонате нет, но были модели и с кириллицей. Кормится эта штука от 9-ти вольтовой батарейки типа крона. И надо сказать, что это чудо от одного элемента живет месяцами. В режиме ожидания так иной раз и по полгода. Батарейка вставляется снизу, в гнездо на нижнем торце. В общем, это наша с тобой история. Но самое главное, этот девайс, несмотря на неказистый вид, можно назвать пра-пра-пра-пра-дедушкой современных смартфонов. И когда к вам в руки попадет роскошный смартфон с операционкой Symbian, вспомните, что он далекий потомок Psyon Organizer 2. И на какой свалке ты его откопал голову? Ой, да ты ничего не понимаешь. Это же раритет. Это не спасает его от попадания в СТГ. Друзья! Я все слышал. Друзья, время СТГ. На этой неделе с тупыми изобретениями, впрочем, как и всегда, было все отлично. Сразу два гениальных изобретения попали в Блэклист. Первый — 3D-Тетрис. Судя по этому девайсу, мы возвращаемся к корням. Чтобы играть в этот Тетрис, вам придется не только напрягать извилины, но еще и руки. Если этот гаджет приобретет популярность, то люди перестанут покупать консоли и компьютеры. А знаете, почему я так подумал? Да потому что на сайте уже несколько дней висит объявление, что товар закончился, понимаете? И второй гаджет. Тут, как бы говорить, не о чем. Ручной Guitar Hero. Думаю, уже очень скоро стоит ждать. Маленьких барабанчиков и микрофончик. Каким количеством баллов кого наградим? 9 Тетрису и 6 Guitar Hero. Я думаю, ты пожадничал. Предлагаю поставить Guitar Hero восьмерку. Что у нас там дальше? Epson Stylus Photo TX800FW. Высокоскоростной принт-комбайн, в который встроены фотопринтер, факс, сканер, копир, а также подключение по беспроводной и обычной сети, автоподатчик документов и так далее. Аппарат построен на базе шестицветного механизма печати. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440. Переводя на нормальный язык, это значит, что фотографии, распечатанные на этом аппарате, будут выглядеть неотличимо от цветных фотографий, сделанных в ближайшей фотолаборатории. Чернила фирменные Epson Claria. По данным компании-разработчика аппарата, картинка не выцветает 200 лет. Правда, кто это проверял, непонятно. Скорость печати неплохая. До 40 страниц в минуту, если печатается черно-белый или цветной текст в экономном режиме, и 6 страниц в минуту на снимке формата 10 на 15. Комбайн может работать как при подключении к компьютеру, так и в автономном режиме. Для управления используется сенсорный блок. Меню и прочая информация выводится на цветной экран, причем панель подвижная. Экранчик довольно крупный, 8,9 см по диагонали. Кроме управления, он также используется для демонстрации изменений, которые юзер вносит в картинку. Фотку можно сразу же подретушировать, типа убрать красные глаза, настроить кадрирование, исправлять яркость и тому подобное. Фотографии можно считывать с карт памяти, заливать с фотоаппаратов или с USB флешек, и даже передавать по Bluetooth. Еще одна интересная возможность – печать на компакт-дисках. Плюс подключение к беспроводной сети, когда принтер превращается в полноценное сетевое устройство. Девайс симпатичненький, выглядит приятно и вообще глянцевый такой. Если придется искать принт-комбайн, обязательно присмотрюсь к этой модели. Голос! Я так понимаю, что дальше у нас по плану какая-то модная дизайнерская штуковина? Ты прав. Угу. Сколько стоит? Пять пятьсот. Да? Посмотрим, за что берут. Вербариус. Забавное изделие – текстовые часы. Главная цель существования таких часиков – демонстрировать достижения студии Артемия Лебедева. Она уже несколько лет покоряет высоты промышленного дизайна, и Вербариус – очередной шаг на трудном пути к вершинам. Внешне аппарат выглядит как черный параллелепипед с глянцевой лицевой панелью. Остальные грани сделаны из матового пластика. Чтобы привести часы в рабочее состояние, их нужно подключить к сети питания или USB. Если снять крышку снизу, то там обнаружится резервная батарейка. Но ее хватает только на работу кое-какой внутренней схемотехники. Там же имеется гнездо для карты памяти Secure Digital, на которой хранятся системные файлы часов. Идея часов сколь простая, столь и забавная. Вербариус отвечает на вопрос, который час, не голосом, не цифрами, не стрелочками, а словами на экране. Вариантов указания времени довольно много. Причем при желании можно предложить собственные слова для обозначения времени, заполнив специальную табличку в Excel и отослав ее в студию. Максимально на экран выводятся две строки текста по 24 символа. А на каждую минуту допускается 10 вариантов отображения. Время настраивается нажатием кнопок на правом торце. Просто и удобно. Хотя тут есть и подводный камень. Кнопки нажимаются слишком легко, так что неосторожно, вытирая пыль, можно сбить показания часов. На противоположном торце кнопка переключения языка. С ней тоже стоит быть поосторожнее, а то внезапно увидев на экране непонятные слова типа пулькстенздиветсмитунди... Тьфу, блин, не выговоришь. Можно и испугаться. Особенно если с похмелья. Опыт использования часиков показал, что они, в общем-то, в хозяйстве пригодны. Хотя все же непривычно воспринимать время в виде текста. Да еще, если одно и то же выводится то так, то и так. Стоит этот аксессуар не так и мало. 5,5 тысяч рублей. Вообще-то дороговато. Хотя, если в качестве стильного подарка... А так, классная идея и качественное воплощение. Стильный аксессуар от студии... Ой, гаджет. Что это? Близится час фиги-искусительницы! Гаджет, гаджет, иди сюда! Иди сюда, скорее! Она уже близко! Ой, ближе, чем я думаю! Гаджет, что делать? Что делать? Я боюсь! Что, 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 что случилось? Что ты родешь? Поесть спокойно не даешь! Ну, что? Ближе, чем ты думаешь, ну? Испугались? Ты испугался? Очень боишься? А вы испугались? Рр-р-р-р-р-р! Фига идет! Фига идет? Что ж ты раньше не сказал? Гаджет, замри! Если ты ничего не будешь делать, она не придет! Ага, фига, не приходи, пожалуйста! А за это мы скажем тебе, что хотим один, два, нет, три, нет, четыре! А-а-а! С вами был инспектор Гаджет! И помните, я докопаюсь до правды! Чмаки! Слушай, она точно не придет! Ну, конечно, она точно! Зачем я сюда... А-а-а! 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 А-а-а!